Раз, два, Фредди заберет тебя, три, четыре, Закрывайте дверь в квартире, пять, шесть, Илья, какой ты такой ответ! Ты вообще нормальная? Мы должны были телезрителей напугать, а не меня! Ну тебя интересней? Чем? Чем телезрителей? Тут я слышу, ты орешь, значит напугалась. А там непонятно, как люди отреагировали. Непонятно ей, мне вот непонятно ей, мне вот непонятно, как теперь собраться с мыслями и вести передачу. Давай я тебе помогу. Что это? Это усы, ты теперь Гоголь, Николай Васильевич. Ой, смешно. Ах так, ну-ка иди сюда. Вот, теперь ты тоже Гоголь. Ну и зачем нам два Гоголя? Затем, чтобы потом не говорили, что ты норм в кадре выглядишь, а я усатая женщина. И вообще, у нас сегодня Хэллоуин, а мы с тобой говорим про писателей, но вообще это неправильно. Это нормально, ты смотрела современную трилогию Гоголь? Она как раз подходит для нашего Хэллоуинского выпуска. Там столько мистики творилось на площадке. Однажды ни с того ни с сего разрушилась избушка, которую построили специально для фильма. Все актеры чудом остались невредимы. А в сцене, где Гоголя должны были сжечь, Александр Петров и правда чуть не сгорел. Кошмар какой. Как же это произошло? Смотри, ему, значит, связали руки и подожгли. И вроде бы все нормально рассчитали, но ветер неожиданно сменил направление и подогнал огонь слишком близко к актеру. Хорошо, что тот был не крепко связан и смог убежать. Ты что делаешь? А ну развяжи меня! Да ладно, Петров смог убежать, и ты, наверное, сможешь. Эй! Не надо меня! Не надо! Не надо поджигать! Запускайте трейлеры! Уже 1 ноября стартуют ужастики 2 «Беспокойный Хэллоуин». В заброшенном доме парочка ребят находит странную книгу «Беспокойный Хэллоуин». Друзья быстро понимают, почему книгу спрятали подальше от всех, когда небольшой городок заполняют разные монстры. Еще одна новинка этой недели – фильм «Богемская рапсодия». Это история чествования группы Queen, их музыки и выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри, который бросил вызов стереотипам и победил условности, чтобы стать одним из самых любимых артистов на планете. Фильм рассказывает о головокружительном пути группы к успеху. Это было не смешно! Конечно ты! Зачем начала сопротивляться? Я вот теперь вся в саже! Ты пыталась меня поджечь! Фу, ты иногда такая зануда! Я же старалась для Хэллоуина! Ты бы лучше постаралась и подобрала интересные новости! А я и подобрала! Вот, например, в 2019 году выйдет продолжение фильма «Константин». Главный герой Джон Константин, как и раньше, схлестнется в неравной схватке с силами зла, где ему придется проявить свое мастерство, чтобы не сломиться под натиском посланников ада. Но тяжелая судьба и постоянное напряжение вносят свои коррективы в сознание героя, и он заменяет ненавистные ему сигареты наркотиками и тяжелым алкоголем. В то же время главный враг Константин Люцифер не теряет надежды завладеть его душой и всячески пытается ускорить это событие. Также в следующем году должна выйти экранизация романа Кинга «Кладбище домашних животных». Нет, я не буду смотреть этот фильм и рассказывать про него тоже. Ну он же такой милый про животных! У него слоган «Не тревожьте мертвых». Ну там же зверушки оживают! Ира, они сначала умирают, а потом возвращаются с того света, озлобленные и жаждущие вон крови. Тогда давай о второй части «Оно» поговорим. Там нет животных. Зато там есть страшный клоун, который совершает жестокие преступления. Напомним, что сюжет киноленты вращается вокруг семерых детей, проживающих в маленьком городке. Однажды в нем начинают пропадать дети, а через какое-то время находят их тела с лицами, на которых застыл ужас. А вот во второй части действие фильма происходит спустя 27 лет после первой встречи главных героев с демоническим Пеннивайзом. Они уже выросли и у каждого своя жизнь, но неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе. Так, все. Хватит спойлерить, сохраняя интригу для фанатов хоррора. Выход второй части «Оно» запланирован на сентябрь 2019 года. А пока иди сюда. На сегодня это все. Если вы любите кино так же сильно, как любим его мы, смотрите программу «Кинокайф». С вами была Мария Ирунчевна. И Ирина Вашегородцева. До встречи на канале «Система». Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок